Мне очень понравилась задачка «Вопрос из книги о принятии решений в неопределенности». Она из главы о казуальных схемах. Задачка различет вас и познакомит с казуальным эффектом. Начнем с нее. Сейчас я предложу вам оценить вероятности наступления событий. Какая вероятность выше? Вероятность того, что в течение 30-х станет необходимым нормирование топлива для граждан, учитывая, что в течение 20-х произойдет значительное увеличение использования энергии солнца для отопления домов. Вероятность того, что в течение 30-х станет необходимым нормирование топлива для граждан, учитывая, что в течение 20-х не произойдет никакого увеличения использования солнечной энергии для отопления домов. Предлагаю поставить видео на паузу, еще раз перечитать варианты и выбрать один из двух. Можете сразу записать его в комментарии к видео. Итак, вы выбрали свой вариант, и я сразу отмечу два момента. Первое. В изначальном варианте задачка не про 20-е и 30-е годы, а про 80-е и 90-е. Это опрос конца 70-х годов, когда энергетический кризис был в разгаре, топливо и бензин максимально дорогими за всю историю, радость для экспортеров нефти, бедствие для основных потребителей. Второе. Если говорить о правильном ответе, то его здесь нет. Но это не значит, что все было зря. Мы же оцениваем вероятности, и здесь важно не то, что произошло на самом деле, а какую из вероятностей люди оценили выше. Речь о том, что у нас есть события, нефть будут нормировать. А что для нас рост использования солнечной энергии? Причина или диагноз? С одной стороны, значительное увеличение использования солнечной энергии может облегчить топливный кризис, подобно тому, что произошло в 70-е в развитых странах. С другой стороны, использование солнечной энергии говорит о том, что высокие цены на нефть оправдали необходимые инвестиции в новые технологии и инфраструктуру про приручение солнца. В одном случае солнечная энергия – причина снижения вероятности кризиса, а значит и нормирования топлива. В другом случае это признак, диагноз того, что топливный кризис наступил. Если топливный кризис настолько глубокий, то вероятность нормирования потребления топлива выше. Как же ответили люди? В книге написано, что в данном опросе 68 из 83 участников выбрали вариант 1. Я попросил поучаствовать в данном опросе резидентов форума про инвестиции. Вот как ответили участники, хотя выборка, конечно, небольшая. Когда я рассказал своей девушке об этом исследовании и предложил выбрать, я получил интересное объяснение, почему выбран вариант 2 все-таки. Потому что солнечная энергия будет доступнее, у людей появится альтернатива, поэтому можно нормировать. Добавлю, что значительное увеличение использования солнца могло оказаться и оказалось по факту низким в абсолютных величинах. Хотя в процентах к использованию в предыдущие годы это много. Ну и эффект низкой базы. Вывод. Люди систематически пренебрегают диагностическим значением события и придают большее значение прямому каузальному влиянию. Это и есть предмет изучения бихевиоризма. Поиск систематических ошибок, суждениях и принятие решений людьми. Эти знания можно будет применять и уже давно применяют в разных областях. В общем, полезное дело. Если вам было интересно, напишите об этом. Я попробую сделать что-нибудь еще на тему бихевиоризма и поведенческой экономики. Меня зовут Николай, это проект Мир в экономике. До свидания. Продолжение следует...